Соревнования проводились в два этапа. Во время теоретического каждый участник команды, кроме водителя, отвечал на шесть вопросов и решал задачу. На практическом этапе пожарные выполняли более сложную задачу – полной боевой экипировки. С включенным дыхательным аппаратом проходили полосу препятствий. Дымокамера – самый сложный этап. Пробираться в дыму приходится буквально на ощупь. Задача – пройти все этапы с минимальным временем. Тяжело в учении, легко в бою. Здесь мы отрабатываем все свои навыки. То есть мы тренируемся, здесь потом отрабатываем. Опять же, ту же теорию мы отрабатываем в классе учебном. Потом мы тоже на соревнованиях решаем билеты. И это все откладывается в углове, естественно. Все эти знания должны присутствовать при тушении пожаров и других аварийно-спасательных работах. По словам самих участников соревнований, многое зависит от сплоченности и слаженности действий всего звена ГДЗС. Ведь, как и на настоящем пожаре, все здесь работают в единой связке. В бескомпромиссной борьбе победителями стали мастера газо-дымозащитной службы из пожарно-спасательной части номер 2. Второе место – ПСЧ-1, третье – ПСЧ-3. Во время соревнования определяли не только лучшее звено, но и лучшего газо-дымозащитника. Им стал Денис Ефимовский – пожарный ПСЧ номер 2. В практической части только тренировки, иначе по-другому никак не получится. Если где-то один уже ошибся, то все потеряно буквально секунды и уже на первое место можно даже не рассчитывать. В целом соревнования прошли в упорной и захватывающей борьбе, где команды показали хорошую физическую и психологическую готовность к действиям в экстремальных ситуациях. Команде-победителю предстоит показать свою профессиональную выучку на областных соревнованиях, которые пройдут в августе в Анжиро-Суджинске. Виктория Спицына, Василий Обухов, Ленинск ТВ.